всем 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 привет у нас и на обзоре ханзо золотой генерал является генералом уникальным как получить этого генерала генерал можно получить путем либо просто наверное он вам со временем там упадет путем открывания золотых сундуков либо быстрым приобретением чего-либо за 99 вообще вы когда зайдете на в игру вы справа сверху у себя всегда увидите ханзо которого просто можно купить за 99 там вы получите не только ханзо вы еще там золото получите ну и разные различные плюшки ханзо является ну вообще ханза вот если вы стартуете игру и вам нужен генерал с помощью которого вы будете ходить на варваров то есть получать дополнительные бонусы и вообще прокачиваться с помощью ханза можно действовать так смотрите ханзо является таким генералом который тремя вот с моей точки зрения тремя видами полезен первое самом начале игры с помощью него очень выгодно ходить на генералов второе с помощью ханза можно прокачивать любых генералов он имеет не только дополнительный урон по варварам он имеет дополнительные получения опыта с этих варваров себе и с тем он кем он ходит и третье ханзо разгоняет скорость исследования вот вот эти три главных аспекта у ханзо вообще не отнять это три его главные так сказать три его главных столпа плюс вот я вам три жирных плюса этого генерала перечислил и плюс у него такой уникальный активный скилл вот тоже я вот кстати вот сейчас мы когда до активных скиллов я наверно про это больше расскажу я вообще такие скиллы люблю где вы наносите уроны и снижайте защиту врага давайте по традиции как всегда переходим в его потенциал с путем прокачки повышение уровня ханзо мы получаем повышаем его уровень и получаем защиту кавалерии ну тут нужно сказать что ханзо является кавалеристом в первую очередь но это не означает того что вы если вы играете на лучниках и если вы играете на пехотинцах все равно ханзо будет полезный потому что это хождение на варваров потому что это скорость исследования вот смотрите когда мы повышаем его скиллы то есть разгоняем его слоты навыков мы разгоняем скорость исследования и вот здесь ханзо открывается с лучшей своей страны потому что скорость исследования аж на 20 в конце на 25 процентов он увеличит скорость исследования повторяя такого генерала в самом можно получить аж как только вы зайдете на самый свежий сервер самый молодой сервер вы сразу можете получить этого генерала всего лишь за 99 и смотрите в потенциале 25 процентов скорость следы это очень жирный потенциал в виде прокачки ханзо как золотого первого генерала по варварам тут скажет там по варварам можно ходить другими генералами лично я так и делаю ханзо и вообще в принципе только недавно приобрел вот и ну мне нравится просто потому что такие скилы повторяю что который наносит урон и снижает защиту вот чисто так наверное из-за этого но еще из за скорость исследования в будущем конечно это разгон скорости исследования это очень полезно то есть быстрее следуйте быстрее повышаете разгоняете себя вот то есть по скорости исследования этого просто это от уханзо это прям жир 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 чё тут сказать ты еще жир 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 но даже принципе по защите кавалерии 15 процентов тоже довольно таки неплохо но тут самый жир и ткань же 25 процентов скорости следу не повторяю это просто миг жир в защите родины наш хан за имеет супер уникальный скилл а он является авангардом при атаке на первых уровнях он атакует две цели потом он атакует всегда на всех уровнях дальше потом 30 скилл его он очень уникально здесь уровень над навыком и сразу видим аж в тысячу процентов значит как она работает у него когда мы его активируем мы как бы таки знаете мы смотрим от первого лица хан за и стреляем из лука наводим так сказать куда стрелять делаем два выстрела с множителем вот таким урон аж в тысячу то есть этот навык классно применять именно на он применяется на этих как их на этих там вот эти как их называть боссы которого такие жирные боссы ходят вот на них очень круто он применяет именно на них и он их очень сильно коцы то есть он на чеху то есть там такие кружки есть если вы туда наводите и туда еще стреляйте то есть дополнительный урон там еще делаете то есть это сверх уникальный скилл именно защите родины то есть если вы в эти кружки стреляете этот урон видите он наносит урона от запаса цели хпп вот такого скилла вообще ни у кого нету в игре пока что вообще ни у кого нету чтобы бить именно от количества его хп ну то есть плюс он наносит вот этот видео там тысячи уронов на последнем уровне и виде того что он бьет по хп вот то есть это прям вот уникальный 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 уникальная фигня которую придумали разработчики такого нет ни у кого если хотите вот но он реально очень силен в защите родины он прям реально уникален там прям показывает себя самой лучшей стороны и принципе этот навык всего стоит 5 там энергии это просто забей убить убивать этих вот этих вот он именно убивает повторяю в защите родины вот эти вот которые ходят там слоны и такие вот как они там называются то вот эти боссы он их просто карает вот ну что переходим кого скиллам активным его скиллом и вообще-таки повторяю вот вот такие скиллы и не я не знаю почему я играл в другие море pg в основном пихали такие скиллы танком там например вот такие скиллы просто обожаю то есть вы делаете множитель урона в пробуждение 1000 но это это вот на с вышедшим последним патчем с египетскими так сказать египетских генералов он конечно не догоняет там уроны по полторы тысячи здесь всего лишь тысячи но он снижает защиту и в пробуждение это будет 30 процентов это очень круто и снижает защиту на 3 секунды то есть три атаки вы да ну несет армии или там если там второй генерал делает урон навыкам там допустим то это будет больше течение там если он нанесет от 3 секунд этих или там соседняя армия там какой-то бьет то есть применять это можно как угодно там и на варваров и на других людей это работает то есть на живых игроках это работает то есть снижать им защиту можете ну вот просто представьте вы снижаете кому-то на 30 процентов в большом замесе на 30 процентов защиту бац так и все нанесли ему на 30 процентов больше урон но это очень круто и жирно и очень прикольно не займем я не знаю может кому-то не нравится такое но мне вот такие вот скиллы его просто доставляют и нравится переходим к его пассивкам 1 его пассивка войск наносит на 15 больше урона по ну короче в пробуждении мы наносим аж на 40 процентов больше урону по варварам и тут же мы получаем бонус к опыту в пробуждении будет 30 процентов себе то есть и с тем кем с ханзо ходит очень классная фишка на начальном этапе игры да или вообще просто если вы бегаете по варварам нам вам нужно просто побегать кого-то покачать то пожалуйста берите ханзо то есть не обязательно ставить его в 1 первым генералом можете его вторым генералом там ставить хан то есть бонус его будет работать и дополнительно урон там по варварам и бонус по опыту то есть надо быстро вот прокачать пожалуйста ханзо берете вперед то есть чисто по варварам будете использовать очень часто потому что 70 процентов игры мы варваров избиваем убиваем то есть здесь все очень полезно и интересно следующее так как ханзо является кавалеристом здесь мы получаем бонус аж пробуждение 15 процентов на кавалерию ну и соответственно скорость передвижения самой кавалерии это скорость передвижения не в не вне боя а вообще вся скорость именно кавалерия пробуждение будет 10 процентов принципе если вы чисто уже хотите его переделать в кавалериста вы можете это сделать с помощью этой пассивки следующая пассивка так после применения навыка ханза накладывает кровотечение то есть шанс срабатывания мы уже знаем что 50 процентов это очень много это очень хорошие проценты то есть это очень полезный скилл то есть в пробуждении он наносит так накладывает кровотечение на 2 секунды и множитель урона в пробуждении 500 то есть два раза по 500 дополнительного урона он своим скиллом наносит 1000 урона снижает защиту на 30 процентов плюс он накладывает это кровотечение которое два раза стакается по 500 жирно мощно интересно дальше переходим мы к высокоуровневым скиллам который уже 41 уровня открывается на 41 уровне его пассивка делает это кавалерийская пассивка здесь мы получаем бонус урону по именно кавалерии то есть кавалерия бьет кавалерию получаем бонус соответствующий в пробуждении 10 процентов и также 2 его здесь же в этой пассивки пассив к снижает получаемый урон кваль именно кавалерия понижает урон то есть если нас бьют лучнике мы снижаем урон на 5 процентов ну вот получником то есть кавалерия это бьет лучников то есть вы лучники будут ханза ханза кавалеристов бить то То есть это работает только на кавалерию, если у Ханза на кавалерию. Если там еще пехотинцы-лучники, на них это не работает. Это чистый кавалерист. То есть мы видим пассивки, то есть Ханза можно сделать чистого кавалериста, убрать там все опыт, урон по варварам, сделать чистый кавалерист. Пожалуйста, уже вот вторая вам пассивка для кавалерии. Следующее у нас. Сейчас кавалерия наносит больше урона во время нападения на вражеский гарнизон. То есть если у вас чисто только одна кавалерия, то есть опять же, такой пассивкой, я не знаю, будете пользоваться, нет. Большинство ей не будут пользоваться, но только если вы решили там города поатаковать, ставите эту пассивку, пихаете только кавалерию Ханза. Пожалуйста, 30% пробуждения. Вы наносите дополнительный урон по гарнизону. Кавалерии. Ну 30% это неплохо. Но часто пользоваться этой пассивкой вы вряд ли будете. Только включать ее, ставить будете только когда вы будете ковать чужие города. Вот. И последняя его пассивка. Обычные атаки войска с 10% вероятностью запрещают исцеление, ослабляют исцеление. И вот. Первое, наверное, это появилось у Ханза. Еще что-то подобное есть у лучника египетского там, по-моему. Да, по-моему, да, у него такое есть. Если кто не видел видео, всплывашек справа сверху, нажимаем туда. Там вы найдете все мои видео. Там я про египетских генералов рассказал. И там есть нечто подобное штука. Здесь у Ханза она тоже есть. То есть, как она работает? Здесь она срабатывает только шанс. Во-первых, у нас шанс всего лишь 10%, чтобы это сработало. И, то есть, она срабатывает именно от атаки войск. Не нанесения скилла, а именно от атаки войск. То есть, простая атака прошла. Вероятность 10% сработала. Дебаф этот мы наложили. Так, дебаф этот работает всего лишь 3 секунды. И в течение 3 секунд, если это сработало в пробуждении, мы ослабляем эффект исцеления на 70%. Это очень круто в PvP. Это чисто PvP-шная пассивка. То есть, использовать ее только против других игроков. Фермополиси, например. Ну там, где угодно можно, в принципе, использовать. Именно в PvP-шной. Запомните, в PvP-шной. Вряд ли ее будете ставить. Она абсолютно бесполезная. С варварами. Просто, когда вы на варвара входите. То есть, собрались в PvP, одели эту пассивку. Например, собрались на фермополис, поставили эту пассивку. И вперед лупить. То есть, я уже это объяснял там на генералах египетских, когда я их разбирал там. Вот. И там была у кого-то похожая пассивка. Там я говорил, что обычно, когда мы в фермополисе начинаем бегать за... Ну, видим, что армия какая-то хильится. Ну, блин, мы не будем же в нее разбиваться. Мы будем бегать за... В первую очередь, нам хочется убить же этих самых хилеров. А хилеры, мы знаем, у них скорость довольно приличная. И мы тратим времени очень много, пока за ними бегаем. За нами бегает эта армия основная. И мы пытаемся убить этих хилеров. А вот Ханза, как тому египетскому генералу, ему не нужно бегать за этими хилерами. Ему нужно лупить, в принципе, ему нужно лупить основную армию, которую хилят. И он может наложить этот дебаф и не париться. Ну, тут, конечно, шанс 10%, блин. Ну, это от обычной атаки. Ну, тут можно помнить, что этот шанс срабатывает от обычной атаки. То есть, вероятность шанса довольно-таки высока. Мы, получается, каждую секунду атакуем. Эта вероятность 10% довольно-таки часто у вас срабатывать на самом-то деле будет. Потому что, если бы это срабатывало от скилла, пока там эта ярость накопится, пока вы ей ударите, там много времени пройдет. А здесь вы постоянно лупите. И тут довольно-таки вероятность большая, что вы наложите этот дебаф, кстати, говорят. То есть, в PvP must have. Вот, что я вам скажу. Вот. То есть, генерал очень крутой. Очень крутой. И я бы, не знаю, я бы на самом деле его всем посоветовал, но его многие не качают, потому что кавалеристов у нас очень много. Выбор по кавалерии очень большой. Есть те же самые кавалеристы в виде Чингисхана, там, например, если вы хотите ходить по варварам, там, граф Дракула, там. Ну, короче, у вас выбор у кавалеристов очень большой. А вот у лучников, и... Вот, кому я посоветую, наверное, больше, там, лучникам, например, там, пехотинцам. Вот. У нас у пехоты до сих пор нет генерала, который наваливает в варварам, например, да. Вот у лучников нету такого генерала, который наваливает в варварам. А вот у кавалерии выбор очень большой. И они обычно, наверное, скорее всего, не качают Ханзу. Вот. Но, в принципе, они много не теряют. А вот всем остальным я бы советовал этого генерала прокачать. Он очень сильно будет полезен в начальном этапе игры, на среднем. Да-да, в конце он даже будет полезен как кавалерист, как пвп-эшер, как генерал, которого нужно полупить варваров. А повторяю варваров, мы в игре бьем аж 70% игры. То есть генерал очень крутой. То есть и подкачать кого-то мы с помощью Ханзы можем, потому что имеем бонусный опыт. Вот. Ну, в принципе, можем это сделать и с другими генералами. Там, тем же самым Велизарием бесплатно можно пользоваться. Точно так же это все работает. Вот. Но, на самом деле, очень все, очень он крут. И он мне, чисто меня прикалывает вот этой его активкой. Вот. И получить его очень легко в виде просто внесения 99 рублей и получить этого генерала сразу. Ну, плюс бонусы там всякие получить с него. Вот. Очень классный генерал. Повторяю, что посоветую всем пехотинцам, всем лучникам. Ну, а кавалеристы, у вас выбор большой. И вы, как бы, можете любого выбирать. Того же самого, я думаю, Чингисхана вы, в первую очередь, наверное, будете качать. Ну, или графу Дракулу купите какого-нибудь на крайняк там. Вот. Такой вот обзорчик по Ханзе получился. Генерал очень крутой во всех своих аспектах. Кому брать его, я уже сказал вроде бы, да? Да, да, сказал. Кому брать, кому не брать. В общем, вот такой вот обзорчик у нас получился. До скорых встреч. Счастливо. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова